Девушки отдыхают Нет, Резнов все еще со мной С самой Воркуты Нет, это не так Я выполнял задание Штайнер был там Должен был убить Штайнера Но на остров уже направлялись Хадсон и ЦРУ, чтобы взять Штайнера Зачем ты полез? Драгович, Кравченко, Штайнер Должны были умреть Штайнер нужен был нам живым Зачем ты убил его? Мне велели это сделать цифры Неужели вам непонятно? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, дорогие зрители С вами Риджет И я продолжаю проходить Call of Duty Black Ops Я прибыл с Резновым на остров Возрождения Конец-то Штайнер был наш Мэйсон вместе с Резновым прибыли на остров Возрождения Чтобы замочить Штайнера Нам осталось лишь до него добраться Остров Возрождения Источник яда Драговича Уровень начинается вот с этой поездки На каком-то непонятном лифте Который двигается влево, вправо, вверх, вниз Возможно, это просто кран грузит в контейнер Да, теперь я понял, на чем добрались Мэйсон и Резнов Они добрались буквально в обезьянники Клетки с обезьянами По всей видимости, обезьяны На этом острове нужны для экспериментов Меня одно удивляет Как? Как так получилось, что наши герои Из Вьетнама В одиночку, буквально в одиночку Добрались до СССР Офигеть, просто офигеть Ухватываем сейчас топорик И сносим шею вот этому чуваку Спокойной ночи Сейчас его вот туда вот оттащим И первая миссия Как это уже зачастую случается В Call of Duty Полустелсовая Ну, стелс тут продлится недолго От силы, не знаю, может, минут пять-шесть Торопиться тут ни в коем случае не нужно Да и не получится Это у вас Если мы попадем под лучи прожектора Сразу поднимется тревога И нас просто замочат Стараемся двигаться за Резновым Резнов так и нет, жесть Просто жесть Такое чувство, что они с Мэйсоном просто ограбили кого-то Одежда какая-то изношенная и вообще не по размеру Начинается эвакуация комплекса Они знают, что мы здесь Изоляция сектора Е через три минуты Как же быстро вас заметили, дорогие друзья Тут стоит охранник Его нужно по барику вырубить Чтоб поделить Что-то я позабыл вот эту вот кат-сценку Неожиданно Чувак, кстати, очень умело закрылся рукой Видно, что он настоящий обученный спецназовец Не хухры-мухры Но все равно Мэйсон оказался круче Какой там круче он настоящий человек армии Сколько он уже народу замочил Да даже страшно себе представить Наверное, больше тысячи, это точно Можно сказать, вот на этой лесенке стелс и заканчивается Обратите внимание, какой остров-то Большой Сразу видно, что тут находятся всякие Советские исследовательские лаборатории Опа-на, чувачок неожиданно появился Ну ладно, полетай, чувачок Ох, как жестко он Позвоночник-то сломал Ах, даже как-то не по себе стало Все, мы заполучили дробовик Теперь у нас есть калаш и дробовик Дела просто супер Пускай это все из-за скриптов, но все равно дела супер Признов предлагает Мэйсону проникнуть в лабораторию Ох, нифига себе Похоже, похоже С другой стороны Это следовательский комплекс Атакует Отряд Хадсона Ну Этого и следовало ожидать Я удивлен, что они Не быстрее Мэйсона сюда добрались Очень сильно, скажу я вам, удивлен Здесь, как я понимаю, служебные помещения И тут мы находим шахту листа Комплекс находится на военном положении Невыполнение приказов приведет к немедленному аресту Ну а что с ними будет? Комплекс находится на военном положении Этих чуваков придется убрать Но только военных Докторов можно не убивать, по-моему Да, ученых, по-моему, вообще нельзя убивать То есть, кто-то его знает Сейчас нас ожидает, как и обычно, перестрелка В этот раз В интересных, загадочных Глубинах В исследовательской Советской лаборатории Перестрелку тут вести довольно просто Потому что враги Сильно выделяются на фоне На фоне локации И вообще локации тут довольно удобны И спрятаться толком негде врагам Хотя вон там я вижу, они четко спрятались Вот я нашел калашик с коллиматорным прицелом На дворе я вам напоминаю 1968 год Какие нахрен коллиматорные прицелы Ну ладно, я не знаю Я на протяжении всего прохватения к этому подбираюсь Ну действительно, не было, не было тогда такого Я вам заявляю, это со стопроцентной уверенностью Хотя нет, ну там процентов уверенности где-то 90 Я не вручаюсь просто за секретные спецподразделения Которые, возможно, этим действительно в то время пользовались Кто знает Но судя по тому, что я знаю вообще об истории Такого просто быть не могло Плевать Короче, главное сейчас не отвлекаться и не помереть Случайно Враги тут могут кинуть Оу, какая обезьянка смешная Но плохо анимирована Вспоминается Обезьянка Торговца оружием Дребина из МГС-4 Сразу, как знаете, моментально вспомнилось Наверное, в МГС-4 Самая харизматичная обезьянка В всю историю Видеоигр Слышал по рации С нами пытался связаться Хадсон Он тоже штурмует Штурмует остров Но Хадсон Должен просто захватить Штайнера И оставить его в живых А Мэйсон же жаждет Его убить Поэтому я подозреваю Мэйсон И не отвечает По рации Цели совершенно другие Наших героев Вообще, конечно, это полная жесть Кем себя вообразил Мэйсон? Джеймсом Бондом, что ли? Насмотрелся Золотого глаза Где Пирс броснул с него С половину Санкт-Петербурга Хотя, подождите В то время еще Не было этого фильма Но плевать Не важно В одиночку Атаковать секретные Советские Военные базы Свердовательские лаборатории Это самоубийство На самом деле Он бы в одиночку И близко к ним не подошел Он даже бы В СССР-то С трудом проник Ну ладно Я опять придираюсь Все Забудем пока про это Где там Лизнов? Лизнов Не отставай Он там походу Шмот собирал Все У нас появилась Тут цель И сейчас Дорогие друзья Будет Катс сцена Насколько я помню Пока что умолкаем Всех ненужных Для дальнейшей работы Просто казнят Поскорее Иначе Меня тоже убьют Фридрихштайна Тебе конец Я узнал Воркута Ты не знаешь Что с тобой сделали Мейтон Отзовись Твое зло Лишило жизни Многих Людей Довольно Убив меня Вы не остановите Нову А мне Наплевать На эту Нову Ведь я Виктор Резнов Нет И я отомщу Богом Клянусь Именно так Умер Штайнер От руки Резнова Ты лжешь Мейтон Ты убил Штайнера Мы знаем точно Резнов Получил то Что хотел Возможность Отомстить Джейсон Хадсон Написал отчет Виктор Резнов Не убивал Фридриха Штайнера Хадсон Все видел Лишь Мэти 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 Мэти